Привет, друзья, я Григорий Герман. Как вы думаете, может Путин повернуть ситуацию таким образом, чтобы избежать возмездия и судьбы Адольфа Илоизовича? А как вы думаете, стоит ли Украине принимать беженцев из России, которые будут искать еду и кров после того, как по необъятным просторам Мазараши начнут перетекать толпы вооруженных вагнеров и ахматов? И будет ли парад на Красной площади в честь дедов 9 мая? Ведь предъявить дедовоевателям особо нечего. Давайте обновим видение текущей ситуации, ведь несмотря на определенное затишье, нам все равно есть что обсудить. И когда я говорю о затишье, я, конечно же, не имею в виду фронт. Там тихо не бывает никогда, особенно на Донбассе. Там каждый день отдают своей жизни лучшие из людей. Украинские солдаты. Отдают, чтобы липкая и вонючая субстанция, русский мир, не смогла отравить еще один украинский город, еще один метр украинской земли. Они разменивают свои жизни на еще один день жизни своих родных и близких. Еще один час их жизни в свободной и независимой стране. Что бы там ни шипели в комментариях боты про внешнее управление и американских агентов. Расскажите об этом нашим западным партнерам, которые из-за твердости и решительности нашего военно-политического руководства были вынуждены пройти долгий ментальный путь от «вы не выстоите» до «55 миллиардов долларов на вооружение до конца года». «Нормально?» И они слышат в ответ «нет, мало, нам нужно больше». Это слова граждан свободной страны. Именно свободные и независимые в своем стремлении жить отдельно от России. По своим законам, согласно своим обычаям и своим желаниям. По-настоящему, без пропагандистского тумана. Наши солдаты ценой своих жизней покупают время для других солдат, которые тренируются, которые получают западное вооружение, которые изучают карты и готовятся не только защищать, но и зачищать, освобождать украинскую землю от расистской нечисти. Мы не будем говорить о будущем украинском наступлении, нет, ибо военным надо делать свое дело в тишине и спокойствии. Но мы попробуем обсудить, какое влияние оно, это наступление, может оказать на ход истории. И обсудим, что ждет Россию и некоторых из самых громких спикеров за последнее время в свете этого грядущего наступления. Сделаем мы это с политологами Аббасом Галямовым и Александром Мусиенко. Оставайтесь, будет интересно. Гитлер в последние годы войны, на самом деле, чтобы он не сделал все эти идеи с Вундерваффе и прочее, они уже не могли остановить ни крах государства, ни, собственно говоря, перспективу его трагической гибели. На данный момент, середина весны 2023 года, Путин способен еще остановить и крах российского государства, и собственную кончину? Ну, у него еще есть этот вариант, хотя бы теоретический, но пока, правда, нет никаких признаков того, что он может по этому пути двинуться. Он может остановить войну, выйти с захваченной территории, и отказаться от идеи выдвижения, самое важное, отказаться от идеи выдвижения на следующих выборах, выдвинуть преемника. И если этот преемник, это должен быть человек принципиально не связанный, ну, наверное, совсем не связанный с этой СВО, с этой войной, политиков в России найти сложно, значит, наверное, ну, я имею в виду из тех, кто приемлем для Путина, конечно. Ну, хотя бы кого-то, кто связан с этой историей в минимальной степени. Ну, там, Собянин, Мишуцин, ну, и кого-то из так называемых технократов. То есть ни в коем случае не кто-нибудь из тех, кто такие, как Медведев, Турчак, там, да, кто вот засветился во всей этой патриотической вакханалии. Вот, и этот человек должен пообещать с россиянам убедительно это сделать, значит, какие-то перемены. То есть нормализацию ситуации, отказ от курса на конфронтацию с окружающим миром, значит, поиск диалога с Западом. Тут тактически можно спорить, значит, в какой момент, значит, вот это все, этот отказ, вывод войск должен произойти. То есть то ли это там Путин должен сделать, потом передав власть преемнику, то ли, наоборот, Путин должен уйти, передав власть преемнику, и уже преемник это будет делать. Сделать ли это ему, имеет смысл, там, допустим, задолго до начала кампании осенью, либо там в ходе кампании, либо уже после кампании, да, вот тактику еще надо обсуждать. Пока я, так сказать, вот с ходу примерно прикидываю, то есть последовательность шагов еще надо обсуждать, и она очень важна. Но сами шаги, конечно, сама суть, само содержание вот этого политического предложения преемника должна быть, конечно, отказ от нынешнего курса на эту всю конфронтацию, конфронтационность. Может ускорить, ускорить процессы, которые он начал, то есть ускорить крах российского государства. В принципе, что и Путин делает? То есть Путин достаточно эффективно справляется с задачей по самоуничтожению России. К сожалению, это самоуничтожение, оно, в принципе, то есть он не просто классический самоубийца, который, ну вот, принял решение, скажем так, осуществить самоубийство, и он там, ну не знаю, там выбросится, бросится с высоты, повесится там еще каким-то образом, да. А он хочет или там разбиться о скалу. Нет, он хочет разбиться об автобус с людьми. То есть, ну потянул за собой еще вот большое количество жертв, соответственно. Вот такой способ он избрал, и, к сожалению, это проявление и войны агрессивной против Украины, и все проявления, которые осуществляются, это все вот основания. Но в целом глобально, вот сейчас вот, если проанализировать, чего добилась Россия за более, нежели год полномасштабного вторжения в Украину, или даже там с аннексией Крыма с момента 2014 года. Рынок газа Европы потеряла? Потеряла. Рынок нефти тоже потеряет. Будет продавать по дешевым ценам с дисконтом куда-то только в Азии. Потеряет рынок и атомной энергетики в будущем. Это просто, это уже все, это понятно. Оборонно-промышленный комплекс просел, ВПК их просел, военно-промышленный, достаточно серьезно. Следующее. Скажем так, достаточно большую часть боеспособную армии потеряли, потеряли. Техники, ракет и так далее. Чего добились? Да особо, в принципе, это ничего. Вот, это тоже момент, который... Добились того, что ушло много компаний, которые приходили в Россию, строили что-то, обеспечивали, производили, производили товары с добавленной стоимостью, скажем, создали людям рабочие места и платили налоги в казну. Потеряли. Имидж, репутацию окончательно, политический какой-то вес. То есть, все теряется. Кто-то там у нас любит рассуждать в том духе, что народ, значит, выйдет на улицы, возмущенные там за патриоты выйдут на улицы и устроят революцию, если власть, кстати, откажется от идеи побед над Украиной, там, вернется назад в бараке, в казармы. Ну, это, конечно, ерунда полная. В целом, народ будет рад нормализации, прекращению этого кошмара, потому что, в целом, вот эта война... Война без побед. Война с огромными издержками. Издержками, растущими издержками. С большой кровью. Война, которая превратила Россию в маргинала, маргинала, которая грозит дальнейшей деградацией ситуации. Это, конечно, в принципе, россиян пугает. И ощущение того, что все вот оно это заканчивается, оно будет, конечно, радостно воспринято россиянами. Даже всякими этими патриотами. Они в глубине души будут рады, что кошмар этот заканчивается. Поэтому какого-то взрыва протеста по этому поводу точно не будет. Значит, да, потом разочарование в самом Путине, как в человеке, который ввязался войной и не смог обеспечить победу, безусловно будет. Поэтому я и говорю, что нужен преемник. То есть нужен кто-то, кто не будет нести ответственность за это поражение. Для того, чтобы это остановить, это необходимо прекратить агрессивную войну против Украины. Это вывести войска. Это стать на колени каяться. Это компенсировать все убытки. Но вот тут мы подходим к принципиальному вопросу. А выдать военных преступников? А кто главный военный преступник? Кто санкционировал это все? Ну это сейчас товарищи чекисты, там, российские, пытаются все перекидывать, там, вот на вагнеровцев. Это все Пригожин, это все вагнеровцы, это все они, это они. Понятно, что никто там не диализирует террористов вагнеровцев, этих преступников. Это понятно. Но мы же понимаем, что фокус внимания нельзя изменять, что есть. И вот это самый важный вопрос. А как обойти ордер международный на арест? У тебя есть ощущение, что он до сих пор находится в плену неких иллюзий, которые усиленно рисуются специальными службами, которые для него готовят доклады. Ну вот как было 23 февраля 2022 года, когда он был уверен, что украинцы будут его встречать цветами. Вот не ли у тебя ощущение, что сейчас точно такими же докладами его закармливают по поводу того, что там, типа, украинцев недостаточно сил, а мы все точно знаем, а мы сможем отбить, а украинцы против, они хотят мира и так далее. Не могло не произойти некой адаптации к реальности. То есть если до начала вторжения ты мог обещать, что настроения против Зеленского таковы, то как только мы туда войдем, люди тут же его свергнут и бросятся к нам со словами спасителя, спасибо, что вы здесь. То есть теперь продолжать делать вид, что такое возможно глупо. Есть объективная реальность. И как ты от нее не прячешься, то от нее не спрятаться. То есть объективно мы не дошли до Киева, понимаете, вот все, вот он это понимает. И поэтому, конечно, там некая адаптация к реальности всех этих докладов происходит. Другое дело, что, опять же, реальность-то констатируется, а дальше начинается вкладывание это разными интерпретациями. То есть не просто там настроение в Украине таковы, а, ну, например, настроение в Украине таковы, потому что там медведчук плохо работает, или там потому что пропагандисты не затягивают, или там пропагандисты, наоборот, говорят, да, потому что, значит, армия там тупила, и мы не можем создать образ сильного. Мы вынуждены, мы выглядим проигравшими, а кто же симпатизирует проигравшим там, да? Ну, то есть все перекладывают вину друг на друга. То есть у ФСБ никогда не виноваты ФСБ, а виноваты СВР, виноваты Министерства обороны, виноваты администрации президента. У администрации президента все остальные, кроме самой администрации президента и так далее. И в итоге тоже складывается, ну, то есть вроде и не врут, да, но пойди, на самом деле, разберись, где она реальность, и самое главное, пойди разберись, что с этой реальностью делать, как ее улучшать. То есть понятно, что все плохо, ну, то есть факт того, что все плохо, я думаю, он понимает, ну, это ему докладывается. Никто не посмеет ему сказать, что мы, Владимир Владимирович, наступаем, если мы в этот момент отступаем. Никто не посмеет ему сказать, что мы Бахмут взяли, если его не взяли. Ну, значит, откровенно, вот так тупо врать вождю, это нарваться на его гнев риск. Просто ты объясняешь, что мы не взяли Бахмон, потому что, а, у Пригожина, значит, Министерство обороны, сволочи, у Министерства обороны Пригожинцы, придурки, значит, у чекистов и те, и другие виноваты. Ну, вот понимаете? В этой ситуации адекватно, значит, воспринимать реальность очень трудно. Ну, понятно, что доклады ему на стол заносят и кладут соответствующие, которые он бы хотел, они же по ощущениям чувствуют, какую информацию необходимо заносить. И, как правило, такую заносят, более того, у них же параллельная реальность. Вот я приводил уже пример и скажу о том, что мы же даже такого и не знали. Я даже и не знал, что оказывается, если почитать российские сводки, которые они выбрасывают в СМИ, оказывается вот что. Россия не так давно нанесла удар где-то по Львовской области, разнесла какой-то бункер подземный секретный, где было 200 офицеров НАТО и генерал из США, не то что, генералитет, который готовил Украину к контрнаступлению, таким образом они сорвали контрнаступление. Две ракеты кинжал, две ракеты кинжал, все. Они пишут это все. Ну, я не буду даже останавливаться, потому что тут этот фейк даже разбирать не надо, насколько это все не суразится и вообще не соответствует действительности. Но вот что они подают? Я же почти уверен, откуда это пошла информация. Они то же самое подают начальству. Вот представь себе, сколько раз влетает МиГ-31 носитель кинжала? Да. Колостую. Мы все слышим тревоги, все-все, но все это заканчивается, не улетает все. На этом конец. Никаких пусков, ничего. Но я думаю, что процентов 50, как минимум, этих взлетов заканчивается аэропортами наверх. О том, что вследствие нанесения ракетов кинжал, там все-все-все, уничтожен весь танковый запас сил НАТО в Украине, все, контрнаступления не будет, можете спать спокойно, все вообще прекрасно. Только ракеты можно списывать, слушай. Ну, конечно, да. Так это же реальность. И они потом это дают СМИ. Скармливают своему народу, там, да смотрите, что вы там переживаете, идите воюйте, там, мобилизуйтесь, мы там кинжалами все разнесем, вымышленными, мифическими, они их экономят, их используют достаточно точечно. Поэтому, да, я не исключаю, что подают информацию соответствующего характера. То, что он рассчитывает на неудачное контрнаступление у украинских вооруженных сил, это там, окей, понятно. Ну, конечно, надеется. Если оно будет успешным. Увидел там версию недавно о том, что там порядок действий будет следующим. Случай успешного контрнаступления украинских войск, да, это моральный обвал российских войск обороняющихся, российских оккупационных войск, угрозы ядерным оружием очередные, но теперь уже самые последние. И третий пункт, это внутренняя нестабильность. Насколько это по реальности? Ну, это все не то, что, знаете, там, или, или там. Это один, два, три. И все измеряется в степенях, так сказать. Ну, то есть успех контрнаступления это как? Ну, если прорвали, сдвинули границу, там, прорыв совершили на 10 километров. Изолировали Крым. Вот, то есть вышли на границу, значит, вот, 21-го года, да, ой, 22-го года, получается, да? Это, 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 вышли на границу Крыма, изолировали Крым, сухопутный коридор Амба, там, какие-то успехи где-то на, в Луганской области. Ну, вот, самое главное, это, наверное, прерывание сухопутного коридора, освобождение, там, части, части Херсовка. Вот это вот. Не, ну, конечно, это будет выглядеть как серьезная неудача, но вот на абстрактном уровне трудно себе представить, насколько вот это будет выглядеть как сокрушительное поражение, да? Ну, то есть оно, оно все, оно сокрушительное, оно, оно очень серьезное, но оно не является, строго говоря, значит, все-таки окончательным, да? Да, вот, ну, то, как вы описали эту картинку, значит, и поэтому, ну, все то, о чем вы говорите, о ослаблении Путина, рост недовольства внутри страны, рост недовольства частей, там, стоящих на фронте, все это будет иметь место, конечно, но приведет ли это к качественному изменению ситуации, условно говоря, протесту, массовому протесту в стране, массовому выходу из подчинения, там, частей на фронте, вот, ну, невозможно это вот абстрактно предсказать, понимаете, это вещи, которые, ну, там, от огромного количества приходящих факторов, которые в моменте будут иметь место, то есть, кто, как это будет интерпретировать, насколько успешно будет Крем там объяснять это, как будет объяснять происходящее Запад, например, Украина, ну, то есть, масса игроков есть, которые будут влиять на интерпретации происходящего, ну, и дальше, вот, в зависимости от, вот, то есть, много векторов будет действовать на ситуации, как, каким, в каком направлении пойдет, вот, держащий вектор, сейчас сказать трудно, то есть, можно уверенно сказать, что, конечно, это будет способствовать дальнейшему ослаблению Путина, но вот станет ли это концом Путина или нет, пока я сказать не могу, это, ну, никто не сможет это сказать, вот, как бы, абстрактно, да. Как только российские войска будут нести дальнейшие поражения в Украине, а я думаю, понятно, что они будут нести поражения, это понятно, то есть, Украина декларирует намерение о контрнаступлении, оно будет, когда, по каким направлениям это, это такое дело, мы увидим, когда уже будем констатировать, мы не знаем, но оно будет, и очевидно, что к нему достаточно серьезно готовятся. Более того, вот, по всем компонентам готовятся. Почему? Потому что, если мы говорим о внутренней ситуации в России, мы понимаем, что, и об этом говорил руководитель украинской военной разведки, что это приведет к событиям, к процессам России. Вот, как только они несут военное поражение, все, это, и как только украинские войска еще не зайдут, они не будут в Крыму, они будут на пути туда, это будет уже причиной для многих процессов. Это раз, то есть, окружение начнет все более волноваться. Второе, заявление о том, что вот сейчас японские СМИ передали достаточно серьезную информацию об обсуждении Большой Семерки в Японии, министров иностранных дел, о полном торговом ибарках на России, за исключением там самых необходимых гуманитарных нужд. А это уже достаточно серьезные вещи. Это уже не только подсанкционные товары, это уже движение всех товаров, сфер, услуг, все. И это уже, ну, это достаточно жесткие санкции. Это второй момент. Третий момент. Сейчас в Польше начинаются учения, такие масштабные анаконды. Вот в Польше учения такие проходят. К чему они посвящены? Они посвящены как раз под то, что НАТО меняет свою доктрину, переходя к тому, что они могут осуществлять превентивное сдерживание. Они допускают, что они могут фактически наносить даже превентивные удары в случае, если чувствуют, что есть непосредственные угрозы для безопасности Альянса. Если российский посол, посол России в Беларуси Грызлов говорит о том, что ядерное оружие российское будет перемещено на запад Беларуси, поближе к границам Польши и НАТО. Это угроза? Угроза. Учения как раз там начинаются вперед, когда Россия собирается эти все мероприятия проводить. Ответ на эскалацию довольно-таки прост. Возможно, они такие уничтожат превентивно Искандеры, которые туда перебрасывают Россию, и авиацию модернизированную для белорусских войск, как носители ядерного оружия. По всем пунктам есть ответ. Плюс, я думаю, что есть, очевидно, канал связи с людьми на территории России, которые кожи в кругом достаточно высоком уровне, и уже идут какие-то определенные переговоры о том, что будет дальше. Они для себя уже пытаются выторговать условия безопасности. То есть вот это все происходит, и все это приведет действительно к краху Путина. Вот все вот эти компоненты, о которых я сказал. Стоит ли Украине принимать беженцев из России, когда там начнется смута, когда там начнутся вагнеровско-ахматовские войны и так далее и тому подобное? Женщин и детей. Да, мы можем принять. Мы можем принять. Женщин и детей. Но при условии, что они будут готовы принять, во-первых, все законодательство Украины, принять то, что они должны будут жить тут, обучаться украинскому языку, украинской истории. И если у них будет желание когда-либо получить украинское гражданство, то только сдав соответствующие экзамены. Ну вот, собственно, мы можем тут проявить определенную долю гуманитарных аспектов. Понимаешь, в чем суть? Всегда, когда борешься с врагом, и вот ты борешься, например, с силой света, они когда борются с силами зла, даже во всех религиях, и в христианстве, и не только, они хотят победить для того, чтобы утвердить свет в дальнейшем, чтобы свет доминировал. Но не для того, чтобы стать похожими на силы зла, или стать такими же, как они. Это очень важно. То есть сохранить в себе человека вот то, даже пройдя через все этапы этой боли, этой войны, этих потерь, даже потерь друзей, родственников, и вообще всего чего, лишений, разрушений, сохранить вот что-то. И мне кажется, что мы далеко впереди в этом. Мы не занимаемся обезглавливанием военных, военно-пленных российских. С самим драконом, да? Да, да, мы не занимаемся. Представь, что, положа руку на сердце, не хотелось бы кого-то там, ну, грубо говоря, убить, пришлепнуть или еще что-то. Вот не было никого искушения у нас. Бывало, я думаю, но их отправляют в лагеря для военно-пленных, а потом отдают на обмен, забирают наши. Мы же не делаем и не действуем так, как они. А России бы хотелось, чтобы мы действовали точно так же, как они. Они хотели бы, чтобы мы зеркалили, они бы сказали, так мы же один народ. Они же тоже ведут себя так же. Смотрите, нет, не так же. Мы далеко ушли, мы идем все-таки в Европу. И да, но я скажу, я почему сказал только женщины и дети? Ни в коем случае мужчин. Нет. Это угроза, я считаю. Мы не можем стать, как Грузия, либо Армения, либо другие страны, которые принимают этих отказников, которые не хотят мобилизоваться. Нет, 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 нет. Оставайтесь, решайте там свои проблемы, защищайтесь, дома свои там и так далее. Это нас уже не интересует. Все, вот, собственно говоря, такое мое мнение, оно может показаться контроверсионным. Если украинцы это делают, безусловно, они очень сильно выиграют в общественном мнении, в мировом. Да, ну, то есть такое благородство по отношению к поверженному врагу, ну, такие вещи ценятся. Да, с такими вещами входят в историю. А борьба за общественное мнение для Украины принципиально важна, как минимум, сейчас, в текущей ситуации, с точки зрения, значит, поставок оружия и поддержки. Да и в будущем тоже восстанавливать Украину, ну, да, и вообще, ну, там, принимать ее условно в ЕС, НАТО, там, да, вообще, ну, там, делать ее... Ну, то есть в Украине сейчас появился шанс реально стать центром мира, что называется, да, то есть она оказалась в центре повестки, с периферии повестки, благодаря агрессии России, путинской агрессии, она оказалась в центре мировой повестки. И, в принципе, это, ну, шансы, знаете, как Германия после Второй мировой войны просто выстрелила за 10 лет, она там взлетела, значит, ну, ее не узнать было. Она стала там и статалитарной, она превратилась в демократической, и страны, лежащей в руинах, она превратилась в страну с процветающей экономикой и растущим уровнем жизни. Вот, это все Украина может этот успех повторить. Для этого ей, конечно, надо, значит, чтобы, ну, Запад ее воспринимал максимально позитивно, да, и вот это такое благородство по отношению к поверженному врагу, безусловно, будет способствовать такому восприятию, да. И, опять же, ну, Россия в этой ситуации, россияне, увидев, насколько там, ну, благородно себя ведут украинцы, помогая им, но, опять же, их значительная часть, ну, там, более глубоким будет раскаяние. Более сильно будет отторжение любого другого политика, который, след за Путиным, опять попытается прийти и начать рассуждать о том, что, значит, украинцы негодяи, во всем виноваты, и вообще великую державу, статус великой державы восстанавливает, вставать с колен. Ну, то есть, вот, следующий Путин, условно, да, нарвется, вот, чем более позитивным будет восприятие россиянами и украинцев, тем меньше шансов, что они пойдут за следующим Путиным, если совсем уж, значит, так, честно говорить. И это, безусловно, отвечает на интересы украинцев. Поэтому, если украинцы в состоянии будут это сделать, преодолев вот тот негатив, который сейчас в них копится благодаря действиям путинской армии, то, конечно, это будет здорово, если они это сделают. Но, вот, я точно не буду их осуждать, если они этого не сделают, да? Ну, во-первых, кто я такой, во-вторых, ну, я прекрасно понимаю, что после, ну, достаточно посмотреть на убитого этого двухлетнего ребенка, да, чтобы, ну, понять, что украинцы имеют право на любую реакцию в отношении, значит, как Путина самого, так и всех россиян. Отмена демонстрации 1 мая в Москве. Как ты думаешь, будет ли парад 9 мая? Думаю, что нет. Мне кажется, что нет, потому что, ну, я скажу так, по Москве это еще вопрос, но то, что во многих регионах отменили, это, мне кажется, симптоматически. В Москве, наверное, что-то они там проведут, какое-то там, значит, что-то шествие, возможно, не так бурно, но, опять же, такие при пустых трибунах для международных гостей не предвидится, что будет поток желающих. Это мы понимаем прекрасно, его не будет, что Путин так и будет находиться в изоляции. Ну, что-то такие проведут, ну, то, что отменяют в разных регионах России, там, в оккупированном Крыму, например, отменили, отменили на территории России, там, знаю, в приграничных областях, не знаю, будут ли в оккупированном Донецке, либо Луганске, тоже вопрос. Отменяют постепенно, что-то, видимо, вот, ну, вот, не идет не то, ну, как-то вот по бедобесе необходим же повод какой-то, а что ж подать? Так хотели, они хотели под это, наверное, бы подать какие-то достижения на Востоке, на Донбассе, по захвату Донецкой области, например, от нему. Ну, да, да. Ну, есть, нечего, в принципе. То есть, нечего дедам предъявлять, виртуально-духовным дедам победникам? Да, может быть, а может быть, они будут остерегаться атак украинских, скажут, беспилотников, еще чего-то после. Или это будет парад в осаде, где-то с панцирями на крышах там? Ну, я думаю, будет. Все-таки Путин так, знаете, на протяжении таких долгих лет накачивал этот парад таким количеством пафоса и смыслов, что, ну, отменить его слишком рискованно. К тому же, ну, обеспечить безопасность парада ведь не так сложно. Туда на парад не попадают люди со стороны. Это вот демонстрация или, тем более, там, вот этот бессмертный полк. Это событие такая, там, массовка, которую трудно очень, ну, сделать закрытой. Ну, то есть, человек идет с портретом. Чего его не пустить? Ну, тогда, там, ну, скандал будет. А военный парад, что там? Приехало энное количество частей. Каждая часть под контролем своего командира. Вот, вот они выстроились там на подходе к Красной площади. Вот они проходят через ограждения, там, да. Ну, там чужих нет, понимаете? И, соответственно, можно обеспечить безопасность более-менее, ну, по крайней мере, внутри, чтобы взрывов не было. Сейчас же главная проблема российских властей, что после взрывов, там, Дугина и Татарского уже не для их включать от того, что взрывы прозвучат и, значит, вот во время этих праздников. Значит, конечно, в значительной степени зависит, ну, то есть, это не столько политическая история, вот, решение окончательное будет даже не политическим, а военным. То есть, с точки зрения политики, точно не отменят парад. Да? Но, если, например, генералы, отвечающие за ПВО, скажут, Владимир Владимирович, ну, точно не гарантируем, что там украинцы не просочатся в московское небо, ну, то есть, если, условно говоря, они запустят 100 дронов, то мы собьем, там, 90, а 10 просочатся. Ну, тогда уже есть риск. Представляете, какой позорящий там парад разбомбили, парад победы. Ну, то есть, вообще, если ты догадываешься. Тогда могут и отменить, если вот, ну, то есть, скрипя сердце, ну, военный фактор перевесит политически, да? Но, в целом, конечно, надо понимать, что если вот не будет такого жесткого давления силовиков, которые скажут, ну, мы умываем руки тогда, не отвечаем за последствия. Если такого не будет, вот, жесткого военного аргумента, ну, тогда не отменят. Ну, понимаете, такой контраст. Они же очень так любят с пафосом, там, повторить, там, говорить о том, как они повторяют подвиг дедов, да? Можем повторить. Это же у них, там, ну, прям, ключевой слоган. Ну, так деды-то не отменили парад, даже когда, в 41-м году, когда немцы под Москвой стояли. Это же известный феномен. Части, проходя по Красной площади, тут же прямо ехали на фронт. Потому что там недалеко было, уже, там, меньше 100 километров было до фронта. Вот, а тут, что, война идет. Даже не война, вы же сами говорите, что всего лишь война, это не война. Идет на территории предельного государства. В России, вы сами говорите, что все идет по плану. Ну, так что, врать, тогда, отменять? И как вы выглядите на фоне дедов своих, которых вы, вроде как, косплеите, и которые в 41-м году парад не отменили? Короче, шансов много. Поэтому, ну, я говорю, политические аргументы есть, чтобы не отменять, очень серьезные. Но, в конце концов, ну, там, победит военный аргумент. Ну что ж, теперь осталось дождаться наступления и увидеть, кто был более точим в своих оценках и прогнозах. Наступление будет. И мы верим, что оно будет успешным. А вот каким образом оно сдвинет тектонические плиты ситуации на фронте, насколько оно приблизит нашу победу и приблизит крах имперской, рашистской России, мы, наверное, обсудим после. Надеюсь, что после нашего разговора у вас появились поводы для раздумья и собственных оценок. В любом случае, добро пожаловать в комментарии на YouTube. До встречи, друзья. Ведь нам есть о чем поговорить. Субтитры создавал DimaTorzok